дубль 100 кадр 21 всем огромный привет вы на канале о вязании и меня зовут юля сегодня я с вами делюсь своими грандиозными планами на 2019 год речь с нас у меня планы огромные космические соответствует моему нынешнему фону на котором я сейчас сижу поэтому я наверно поделюсь частью этих планам скорее всего правильно сказать планы которые касаются вязания моего канала была бы очень рада и благодарна вам если вы расскажете скажите юль не не нужно или да правильно окей все таки вот эти вот моменты комментарии ваши они помогают ободряют двигаться дальше итак первая планы которые я скажу это касается канала немножко их их совсем немного я в принципе канал как будет так и будет я его создавала для личного как говорится удовлетворение я всегда мечтала учить кого-то вязать делиться своими знаниями вязанием крючком либо спицами да неважно просто то что я знаю я всегда мечтала донести до человека может глупая мечта ну такая она у меня была эта мечта и много лет у меня была масса идей и я вот конечно же решила вот сделать поделиться с вами и в плане вот мечты то есть я создала этот канал и делюсь с вами как растем как растем мы с вами за что я вам очень благодарна что вы меня поддерживаете вы моя мотивация в самое первое хотелось бы немножко наверное систематизировать видео больше просмотра и я наверное понимаю причину потому что вот такие вот как обучение люди ищут люди ищут чтобы научиться то есть получить знание и уйти а болталки человек выбирает чтобы это было комфортно слушать было приятно и интересно то есть если я человеку не интересно он тоже уходит как мне кажется но лично я по себе служу скорее всего и не все интересное опять же я прекрасно понимаю даже по себе опять же судя когда ты просто горел смотрел видео это человека ждал пока очередной выход кстати скажите интересно вам важно ли для вас четкое понимание когда будут выходить видео или вот такой хаотический бардак как у меня наверно творческие личности всегда хаотичны будет лучше так таким вот образом записывать видео поэтому мне ждешь перегораешь этим возвращаюсь потому что ждешь перегораешь человека ну как бы интересно интересно а потом почему-то в один момент раз все пропал интерес ну то есть вы сами понимаете и я прекрасно понимаю людей которые уходят просто с канала неинтересно и спасибо что уходят и так ну в общем относительно вязания вязальных моих проекта у меня есть план на год только да я творческая личность и я сразу скажу что у меня будут такие куча спонтанных проектов я от них никуда не денусь но определенный план и желание что-то создать лично для себя для своей семьи у меня все-таки сегодня имеется первое что я хочу сказать у меня эти планы были начале года и вообще по большому счету это видео надо было в начале года записать а уже месяц ну китайскому нового года я все-таки успела ребята первая моя первая моя идея которую я хотела существить в принципе в декабре я почти это все сделала конечно на февраль на конечно на февраль что-то перейдет но я осуществила то есть моя первая важная цель была закончить начаты проекты у меня были проекты которые я начала там начале декабря либо в начале конце ноября по-моему так надо посмотреть по записям я подумать расскажу я себе записи делаю поэтому да снимаю вам видео там можно тоже посмотреть были проекты были проект у меня есть проект который я сейчас вижу я вам во блоге я не могу сказать во время неоднократно ну сейчас я взялась основательно за него кардиган который я начала в совместнике то есть я тело вывязала быстро в принципе максимум три недели с учетом того что мы там ездили отдыхать потом я уехала к сестре своей а не так я начала его быстро дома вязать где-то наверно за не 5 7 я связала основную часть кардигана получится 2 недели уехала к сестре так как много моточка сам по себе процесс большой я его стала харькове не стала брать с собой и я оставила его здесь харькове как бы думаю приеду закончу мы уехали ехали на отдых мы когда я вернулась там буквально спустя неделю мы уехали на отдых течение недели я заканчивала то что у сестры начал вязать и этот проект параллельно вязала по чуть-чуть и вот на отдыхе мы были где-то неделю примерно дней 8 и я связала вот эту тушку всю полностью то есть приехал харьков но с рукавами это было просто печаль почему-то ну как бы сам процесс рукавов нормально я вижу хотя я не сильно люблю взять но увижу же а вот и либо я рассчитала неправильно потому что совместники информации о расчетах практически никаких не было как правильно вязать это доходило все это самостоятельно даже некоторые видео которые дошли до меня я рассказала вам поделилась с вами информация потому что я ее искала ну наверное скорее всего даже записывала для себя чтобы потом не у себя на канале посмотреть а не искать по всему интернету или youtube то есть в принципе я стараюсь закончить все проекты да там на февраль будет чуть-чуть но я их закончу я теперь уже уверена потому что уже остался вот кардигана рукава я уже начала и я их закончу относительно вязанных вещей которые я хочу связать вязальных проектов я буду фотографии вставлять потому что я имею представление либо я имею четкое понимание что я хочу то есть имея там схему либо то есть я буду как бы менять сейчас фотографии первое что хочу это кардиган крючком я о нем мечтаю когда я его увидела то есть вы сами видите какая шикарная фотографии я не знаю где их нашла потому что я смотрю массу фотографии делюсь с вами всем тем что я нахожу в фейсбуке вконтакте моя интересная группа все знают как я создавал их делюсь с вами же сейчас и он мне очень понравился я купила под него пряжу длинным он не будет здесь он длинный у меня он будет не длинный максимум будет до колен но я еще думаю может быть он будет даже просто прикрывать попу мне нужно такое же какая-то легкая накидка с длинными рукавами которая могла бы летом одеть там когда прохладно вечерком то есть красиво легко и не тяжело не жарко вот такой вот вариант второй вариант сразу скажу что вещи в рандомном порядке то есть как я пришло мне в голову я сюда записала свой блокнотик вот мой блокнотик уже много лет несмотря на то что он еще видите с кисами обожаю из дома в них нет и есть проекты которые но не факт что они появятся в моей жизни то есть все зависит от того все зависит от меня и достигнули ли я того что я хочу мечтаю чтобы появились эти проекты то есть так следующий момент это палантин с аранами мне очень хочется с этими красивыми ранами палантин широкий большой длинный но как минимум метра на полтора и очень там где-то на сантиметров семьдесят а может и больше чтобы он был такой объемный широкий что выводить было такой приятно в общем хочу именно такой у меня есть магазинный палантин я себе купила метрного цвета и вот он соответствует тем параметрам как я хочу вязаный палантин будет более просто объемный еще юбка спицами я давно мечтаю о юбке спицами в пол с момента как я увидела его в перепелке просто она шикарная буду ли я вязать по этим мастер-классом у меня их несколько то есть в перепелке мастер возможность купить там у перепелки мастер-класс либо там юбка астропом называется есть еще на длина есть интернете схемы я находила порыться там в том же на той же осинки я видела схемы эти да просто любые салфетки шали берите вяжите я еще не знаю знаю что я хочу такую юбку и у меня на есть пряжа у меня на нее есть пряжа я показывала как-то своих процессорах плен такой зеленый салатово меланжевый лен очень красиво мне очень нравится я думаю с него связаться билку но опять же все на некоторых обстоятельств худи сына с градиентом у меня есть на него тоже пряжа это пряжа слонинская не отрицаю но мне очень хочется попробовать градиент если у меня получится то наверно может на следующую осень у него появится потеплее худи худи хочу без капюшона а вот свора там у меня такая идея это как говорится вижу вот как фотографии то есть говорю сразу все фотографии я брала либо на просторах интернета либо вот сразу скринила в инстаграме и выкладывала вам сюда ну а худи что рассказывать обычная худи хочу сын себе я вроде тоже хочу но еще пока не знаю мы пока думать хочу водолазку очень хочу такой вот теплую водолазочку не знаю может кашемира связать пряжи нами у меня нет и пока покупать не буду пока не обоплотят все те проекты на котором у меня уже есть пража кстати на палантин тоже у меня пряжение палантин хочу с мериносом как минимум чистый меринос не знаю может вот возьмите что я знаю меринос и возможно я возьму меринос каким-то добавлением там шелка либо кашемира но без синтетики хочу вот такой вот классный красивый дорогой водолазка точно также хочу либо с мериносом возможно я как бы не сильно мерзну у меня нету такую проблему что я там замерзну я не люблю носить там на себе 10 одежд то есть если я делала водолазку это одна одежда возможно будет полухлопок либо там полушерсть это тоже варианты но я пока ближе к процессу то есть я еще не знаю я хочу водолазку либо это просто сплошная водолазка без ажура а возможно я сделаю там воротник и на груди с ажурами очень хочется мне свитерок из норки но опять же я не знаю хочу я из норки с коротким ворсом либо с длинным у меня есть шапка с норки с длинным ворсом но полотно мне нравится связано в две нити но я вязать начала сразу две нити поэтому не знаю что он сказать может быть в одну нить я попробую остатки у меня там 28 грамм пряжа оставалось и я в две нити и попробую и соответственно после этого добавлю ее уже к себе посмотрю насколько мне понравится это полотно на свитер как бы и тогда я уже либо решу либо я куплю в две нити короткий ворс но чтобы не сильно такая вот была толстая либо я возьму и буду вязать в одной нити длинный ворс в принципе по цене там разница может две-три гривны но в 5 гривен это в рублях там вы понимаете тоже очень мало совсем не знаю 10-15 рублей ну да там до 10 рублей разница то есть такая большая разница цене чтобы экономить очень мне хочется спортивный костюм себя не знаю насколько это практично опять же не знаю родится ли он или нет вот фотографии вам ставлю идеи хочу для себя я просто до конца не понимаю какой себя выбрать цвет какой правильный фасон штанов будет ли мне нормально смотреться с манжетами или нет в общем у меня в этом моменте много сомнений очень хочу возможно я спортивный костюм вязать сама не буду а закажу девочек которые вяжут на машине как минимум штаны вообще что возможно я не говорю об этом на сто процентов то есть я сначала решу целесообразность этой покупки и пойму надо ли она мне или нет потому что есть некоторые основательные причины на это и у меня многое в этом плане идей спортивный спортивный костюме тоже у меня на него пряжи нет и его вязать насколько мне известно с полу шерти лучше чтобы они вытягивались колени вот если я буду вязать все-таки спортивный костюм ту кофту я сделаю как худи но это как вариант и очень сильно мне хочется платье себе я уже навязала еще не знаю может быть с юбкой клёш может быть она будет например какая-то часть верха ажурная и дополнять это юбка будет еще пока я вот на сто процентов не решила то есть это как бы и платье это маленькая такая мысль но не так что она родится именно по поводу платье потому что мне нравится очень много вдохновляющих идей на фигуру и буду на этом все то есть будут и мелкие проекты будут эти свяжу ли я их или нет вот блокноте записи а я вам расскажу до видео у вас на канале будет и я вам спустя год как говорится дикого я может быть расскажу покажу да и кто будет следить за моими блогами и выходами инстаграм я в инстаграме выкладываю фотографии тоже сладенько тяжело мне фотографировать на этом все наша такая болталка наша закончена подели если у вас есть какие-то планы визуальные делитесь с ними вяжите ли вы одну или две вещи сразу тоже буду благодарна если расскажете если вам понравилось мое видео ставьте лайк не понравилось так и дизлайк это ваше право я наверно как-то к этому абсолютно равнодушно отношусь честно говорю как есть что хейтеры спите спокойно я абсолютно не реагирую на чужую критику которая неконструктивная которая не дает мне роста подписывайтесь если вам со мной до новых встреч